Добрый день! Сегодня я расскажу вам о мраморном раке. Это красивый обитатель аквариумного мира декоративный пресноводный рак, особенностью которого является мраморная краска. Кроме того, эти раки однополые, у них нет самцов. Родина мраморного рака неизвестна, но впервые он был обнаружен немцами в Германии. Они очень интересные жители аквариума. Наблюдать за ними одно удовольствие. Раки неприхотливы в содержании и интересное поведение. Они в основном питаются растительной пищей, но для нормальной линьки и роста необходимо разнообразное питание. Они с удовольствием поедают трубочник, мотыль, артемия, дуванчики, огурцы, кабачки, тыкву, всевозможные таблетки для анцитрусов и самов. Я кормил их кролинным комбикормом на траве. Они его очень хорошо употребляли. Периодически мраморный рак линяет. Сбрасывает старый панцирь вместе с ручнями. Это естественный процесс и его опасаться не надо. Сброшенный панцирь рак потом поедает, получая из него необходимый кальций. Сразу после линьки рак несколько дней прячется в укрытии, до тех пор пока не нарастет новый панцирь. Каждая особь мраморного рака самка, но они размножаются портогенозом. Портогеноз это одна из форм полового размножения организма, при которой женские половые клетки, яйцеклетки, развиваются во взрослый организм без обладотворения и они могут раз за разом выводить малышей, похожих на себя. При полноценном коррлении и частой подмене воды, рачиха сама откладывает икру и ухаживает за ней. Если вы захотите получить рачат, нужно отсадить самку с икрой в отдельный аквариум. В него посадить несколько кустиков травы и поставить укрытие. Обязательно в аквариуме должен быть кислород. Кислород необходим раком для дыхания, поэтому рачиха вентилирует хвостом икринки для притока свежей воды с кислородом. Через месяц начинают появляться рачата. Они появляются мелкими, но сразу готовы к жизни и кормлению. Не спешите отсаживать самку, как увидите малышей. Они будут проклевываться постепенно в течение суток, после чего ее можно удалить из нерестовичка. После рождения рачат их необходимо обильно кормить, чтобы корма было достаточно для всех, иначе они начнут поедать друг друга. В первых дней я даю им живую артемию, спирулину, промытый микрокорм, аулофорус. Рачата любят хорошую фильтрацию и арацию, а также необходимо следить за чистотой воды и своевременно ее подменивать. В этом ролике вы видели, как содержать, кормить мраморного рака, а также как разводить и выкармливать рачат. Удачи вам! Спасибо, что смотрите наш канал. Если вам нравится, что мы делаем для вас, поднимайте палец вверх. Задавайте вопросы, и мы будем по мере возможности отвечать на них. Подписывайтесь на наш канал, и вы научитесь содержать, разводить и выкармливать малышей. Не бойтесь экспериментировать. Если у вас первый раз не получится, то на второй раз вы ущете все свои ошибки, и у вас обязательно все получится. До свидания! Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА